Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я встречаюсь с мужчиной уже год. Сначала мне уделял много внимания, все было отлично. Спустя примерно 9 месяцев отношений он ко мне охладел. Перестал интересоваться моими делами, перестал звонить и писать. При этом не игнорировал меня, когда я писал и звонил. В общем, в последнее время вся инициатива общения и встречи была только с моей стороны. Я начала волноваться, что что-то не так. Попыталась выяснить причину такого поведения по отношению ко мне, но вразительного рвета не было. Были отмазки, все нормально, занят и прочее. В итоге мне это все надоело, я решила просто перестать ему звонить и писать, интересоваться его делами, если захочет сам проявить инициативу. Так и произошло, я молчала несколько дней, он появился, он был испуган и спрашивал, что произошло, и почему я решила его игнорировать. Я ему ответила тем же, что он необычный, он все нормально, занят. Его это даже немного разозлило. Я решила продолжить общение с ним, надеялась, что что-то поменяется, но ничего не поменялось, снова инициатива на мне. Я решил сделать то же самое, и ухватило на один день. И опять то же самое, почему игнорирую, что случилось. Я так понимаю, что если я продолжу дальше с ним общаться, ничего не поменяется. Как мне дальше быть? Что делать, чтобы вернуть те отношения, которые были в самом начале? Игнор не понимал о том, что я хочу, чтобы он продавался инициатива. Не только я, а я говорил ему. Не понимают. Может, я как-то неправильно объясняю, или что-то не так делаю. Или просто человек такой, и его не исправишь. Ну, вообще, да, человек, конечно, не исправишь. Вопрос только в том, какой он. Ну что же, смотрите. Значит, вы пишете, встречаюсь в Мышине Горь. Да? Что между Вене общего? Между Вене и Мышиной. Это первое. Ну, вот именно конкретно общего между Вене что? Что вас объединяет? Ну, то, что... У вас чувство, к нему, к вам, это понятно. Что объединяет вас? Что связывает? Да? Что общего между вами? Ну, это первое. Вы говорите, что в начале отношений, 9 месяцев, он, я так понял, вам уделял много внимания. Все бывает лично. Ну, вот. Что здесь хочется сказать? Здесь, наверное, хочется сказать о том, что пока получается, вот, значит, что все хорошо и нормально, только, когда, только, пока. А, значит, человек, вам, ну, как бы, уделяет внимание. А, как только, как только и если человек предстоит вам уделять внимание, получается, что все плохо становится. Ну, сразу. Ну, вот, а, значит, что, ну, вопрос в таком случае. Ну, вопрос. А, как, чем это обусловлено? То есть, вы, получается, считаете, что когда вам уделяют внимание, все нормально, когда вам не уделяют внимание, нет. Это один момент. Где, как бы, градация, от чего это зависит. Тут надо это преследовать. Потому что, потому что, ну, как бы, есть, какие-то, ну, естественные, ну, естественные, потребности, ну, внимания, есть. Потребности, ну, естественные, естественные, скажем так. Вот. Как их, как их определить? Ну, вот, смотрите. Спустя примерно 9 месяцев отношения ко мне охладел. Значит, открою, открою вам небольшой секрет, да? В начале отношений всегда, значит, проявление людей друг к другу более ярким, чем дальше. Вот. Дальше все, ну, все так успокаивает, немножко входит в русло. Вот. И если на все отношения внимание много, то, по логике вещей, вот, потребности нет. Тут по-плюс. А человек вам уделяет внимание много. Из-за чего? Из-за чего? То есть, либо он так реагирует на что-то новое в своей жизни, либо он пытается вас завоевать. Ну, соответственно, рано или поздно. Он вас завоевает. Рано или поздно вы пересекаете на него чем-то новым. Вот. Все. Внимание исчезает. Поэтому это нормально. Вернуть отношения, как были раньше, ну, вряд ли возможно. Прямо что вы не сможете, что называется, заново познакомиться, ну, заново познакомиться с, ну вот, мужчиной. Вы не сможете этого сделать. Что, на мой взгляд, нормально, кстати. Абсолютно. Поэтому, вы, вот, смотрите, ваша потребность в его внимание, да? Ну, именно в его внимание. Вот она откуда, эта потребность. То есть уверены ли вы в том, что это потребность во внимание? Она, ну, скажем так, естественна. Да? Вот. Уверены ли вы в этом, что это потребность естественна? Потому что, ну, как бы, если нет, да? То есть, ну, если вот потребность неестественна. То есть, если вы себя чувствуете, там, как-то плохо, если вы себя без внимания, там, чувствуете, ну, брошено, да? И так далее. И так далее. Ну, вот. Ну, вот. Ну, это я не совсем про внимание. Ну, ну, как, как вы понимаете, я надеюсь. Это немножко про другую историю. Это немножко про, не про внимание. Более. Более. Вот. Это... История, это больше про... Эм... Финатингу. История больше про... Уверенность какую-то. Ну, ну, вот. В себе. Вот. Понимаете, да? Вот. Какая... Какая штука. Вот. Так что, тут в этом смысле... Ну, вообще... Вообще говоря... Говоря... Вообще... Вообще говоря... А... Все непросто. В этом смысле. Вот. И... Конечно, нужно вот... Эм... Исследовать это. Исследовать эту историю. Исследовать этот... Этот... Этот момент. Необходимо. Ну, на мой взгляд. А, вот. Вот. Потому что... Без... Какого-то вот... Понимания. Да? Без понимания того... Эм... Что... Условно говоря. Ну... Что вами руководит. Эм... В этом вот... Эм... 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 Да. Эм... Обработ... Эм... 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 Ну, я бы сказал, эм... Эм... Что... Эм... Довольно сложно будет увидеть. Эм... 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 Куда двигаться дальше. Эм... Ну, вам. По крайней мере. Дальше, значит, если человек вас завоевывает, то вы позиционируете себя так, как будто вас нужно завоевать. Какие отношения вы выстраиваете, а что вас нужно завоевывать, ну, грубо говоря, это такой, на мой взгляд, достаточно важный момент, на который нужно обратить вам, опять же. Своё внимание здесь. Вот. То есть это вот как раз про позиционирование себя. Значит, перед тем, кто стал с моими делами, я пристал звонить писать, при этом не игнорирую меня, когда я звонила писала. Да, в общем, последнее время все они таки вообще не встречи была только с моей стороны. Я начала волноваться, что что-то не так. Ну, значит, смотрите, вы пишете, что начали волноваться, что что-то, ну, что что-то не так. То есть как бы, ну вот, опять же, момент, да, момент, а, ну, фулчан, 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 фулчан или это? То есть что вы подумали, что, ну, что что-то не так. Что-то, ну, получается, первая ваша мысль, что человек перестал делать внимание, а что-то не так. Что-то, что-то не так где. Что-то, что-то не так в кем. Да? То есть, ну, что-то не так с вами. Что-то не так с ним. Да? То есть тревожность появляется. Ну, нужно увидеть, на что тревожность будет. В данном случае, ну, в данном случае направлено. Вот. Ну, просто вот, на что она направлено это приводит. Вот. Какую она имеет под собой, ну, природу, почву. Ну, вот. Ну, что вы, вот, таким образом, ну, пытаетесь, так, контролировать это. А, мужчину, например, и ситуация, ну, и ситуация, и ситуация. Вот. Это факт. Что-то, что вы пытаетесь контролировать. Вот. Вопрос заключается в том, какая, какая именно идея, ну, контроль. То есть, эээ, какова цель контролу? Вот. И это очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере здесь. Вот. Понимаете, да? Дальше. Эээ, ну и, что? Ну, невозможно, соберется на себя, потому что вам нужно увидеть причину. Причину. Далее, вы пишите, в итоге мне все это надоело, и я решил об этом и представлено списать и задавать свои дела, если захочешь сам проявить к результату. Эээ, смотрите. Значит, здесь вы, по сути, эээ, перестаете, проявлять внимание к человеку, да, в ответ, в ответ на то, что он перестал это делать. Ага, мне хочется спросить, а хотелось ли вам изначально выделять ему внимание, ну, в таком случае. Вот. Так, получается, получается, что, 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 эээ, ваше, ваше желание, эээ, ну, там, там что-то для него делать, например, оно обусловлено тем, что он делает для нас. Ну, поправьте меня, поправьте. Поправьте меня, если я не прав. То есть, пока ты делаешь то, что я тебя жду, но все хорошо. Вот. То, что ты перестаешь делать то, что я тебя жду, ну, как-бы, и не хочется больше тебя узнать, как следило. Вот. Теперь получается, баш на баш. Вот. Ну, по сути, вот такие отношения выстраиваете на данный момент. Вот. Ну, понятно, что я не говорю, что это плохо. Вот. Не говорю о том, что, ну, что плохо. Что хорошо, я просто вот показываю вам, значит, как обстоят дела. Ну, на данный момент. На данный момент. Вот. Как бы решать уже, решать уже вам, да. То есть, то есть, то ставит вас. Такая, ну, ситуация ставит вас. Такой расклад. Или вы, там, хотели бы, ну, что-то поменять, да. Хотели бы, ну, что-то переделать. Переделать. Например. Вот. То есть, что это, в принципе, сделать можно. Вот. Ничего сверхсложного здесь нет. Понятно, что придется поработать над собой, да. Придется там. Может быть, самооценочку немножко повысить, сделать ее менее зависимо. там, от, ну, факторов внешних. Вот. Ну, тем не менее. То есть, сложного, сложного ничего нет. Ничего нет. Дальше. Значит, так произошло. Молчал несколько дней, он появился, но был испуган. Спрашивал, что произошло, почему я решил его игнорировать. Ну, смотрите. Значит, он вам, получается, написал. В определенный момент. Так. То есть, ваша задача была непросто дождаться его инициативы. Как могло бы показаться на первый взгляд. А ваша задача была сделать так, чтобы он именно, судя по тем, что мы видим. Ваша задача заключается в том, чтобы он увидел, чтобы он почувствовал себя отвергнутым. Вот. То есть, вы видели, что он вам написал и не отвечали ему. Понимаете? Это желание наказать человек. Понимаете, да? Это желание именно наказать человек. И вот это желание, вот, как бы, ну, есть. Человек наказать. Понимаете, да? Вопрос. Это желание человека, человека наказать. А на откуда? Ну, то есть, вот, вы, человека наказываете. Этот ловер сограется. Это что? Что это? Что это? Что с этим? Вот. Вот. Ну, вопрос. На мой взгляд. Заключается в том, хотите ли вы с этим разобраться или нет. То есть, на мой взгляд, по крайней мере. Хотите ли вы это поисследовать? Для себя, по крайней мере. Вот. Понимаете, да? Дальше. Да. А я им ответил тем же, что он необычный. Все нормально звонит, и это его разоблил. Да? То есть, вы начинаете что-то сделать. Вы начинаете человека, получается, ну, манипулировать. Так же, как вот, ну, вам кажется, что он манипулирует вам. Да? По сути. Ну, вот. Ну, хорошо это. Плохо, да? Мы сейчас об этом не говорим. Вот. Мы сейчас не берем этого расчета. Вот. То есть, ну, важно именно то, важно именно то, что вы так делали это. Но это было с вами модели победителя. Так, обратите за свои мечты на путь. Понимаете, какая стука? Ну, как бы, вот. Ну, вот. И сего. Хорош, это такое модели победителя нет. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Это ведет к деструкции. Я решила продолжить общение с ним, надеялась, что что-то поменяется. С чего бы, если бы сказали ему, что занято. Ничего не поменялось. Ну, ладно. И с этого на мне я решил сделать то же самое. И ухватил на один день и опять то же самое. Почему игнорируешь, что случилось. Я так понимаю, что если я продолжить дальше общаться, ничего не поменяется. Как мне дальше быть? Ну, решить для себя, готовы ли вы меньше общаться с ним. Потому что человек как-то понимает, что вы его игнорируете. Значит, он вам пишет первый. Что-то нужно немножко подождать. Ну, вот. То есть вас как-бы частота не устраивает. Получается вас не устраивает именно все это. Ну и как-бы вопрос, что частота указывает своя. Вот. Это нормально, что частота указывает своя. И молодой человек отвечает вам так, куда удобнее ему теперь. 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 Встало. Раньше, раньше ему было удобно. Сейчас ему стало удобнее. И если для вас, если для вас такие изменения, такие изменения неприемлемы. Вот. То, ну, из отношений, наверное, выходим. Вот. Потому что ресурс для общения. То есть, ну, грубо говоря, грубо говоря, чтобы по-моему успели соскучиться. Вот. У всех, у всех разные. Вот. У всех разные. Понимаете? Понимаете? Да? Какая штука. И это нормально. Вы либо принимаете это, либо нет. Вот. А, значит, какая штука. Дальше. Что делать, чтобы вернуть те отношения, которые были в самом начале? Скорее всего, ничего. Потому что, скорее всего, отношения не вернуть. Скорее всего. Ну, то есть, скорее всего, это невозможно. Ну, вот. А, потому что, ну, какие-то вот естественные события, ну, произошли. А, вот. Которые, которые, ну, повлияли на человека, да? Вот. На его поведение, твое поведение, да? То есть, это, ну, это зависит от многих факторов. Вот. В частности, это зависит от темперамента. А, вот. В частности, это зависит от того, ну, насколько человеку интересна его жизнь. Вот. Ты знаешь, ну, много вариантов на самом деле. Много вариантов. Поэтому, вот, я бы, ну, я бы не сказал, что надеется. На то, что у вас получится своего человека как-то вот переделать, вернуть. Я бы не сказал, что на это, на это нужно, ну, стоит рассчитывать. Вот. На мой, на мой взгляд. Не стоит. На, на это рассчитывать. Вот. Я постараюсь решить для себя, можете ли вы принять его, ну, такими изменениями, например, или нет. Вот. Вот это так. Это сделать мой. Ну, в остальном, нет. То есть, это, вот, именно то, на что человек, в принципе, способен. Ну, вот. Решайте. Дальше. А, игнор не помог о том, что я хочу, чтобы он проявлял инициативу, а не только я говорил, ему не понимают. Вот. Как? Как вы ему говорили? Ну, если я как-то неправильно объясняю, или что я делаю не так? Ну, вы, вот, уходите в манипуляции, вот, что, на мой взгляд, вот, является самым скверным в этой ситуации. Вот. Именно, ну, переход в манипуляцию, переход в манипулирование. Вот. Это, на мой взгляд, вот, самое такое скверное в этой истории. Вот. Потому что переход отношений, а, ну, к манипуляциям, да, не является хорошим плитником для, ну, успешного их построения. Вот. К сожалению. А, вот. Такая история. А, или человек просто такой, не исправчивый. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего, его, его не исправчиво. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. за обратную связь, по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. оставили, забавно тиф wine, котел. Потому что открыт белый, он заключил все данные. Продолжение следует...